Всех приветствую, мои родные любимые и сердцу моего дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всего самого светлого и доброго во все сферы вашей жизни. Мы с вами продолжаем курс или цикл видеозаписи, лекции моих монологов о йоге во Христе или йога глазами христианина. Все началось с вопроса Елены, как я отношусь ко мне, как я отношусь к практике йоги и могут ли христиане заниматься восточным искусством. И мы с вами потихонечку медленно, но верно движемся. Мы с вами сегодня на второй ступени или степени йоги, нияма йоги, нияма ступени. И у нас с вами сегодня шах под названием или добродетель, как угодно называйте, мати. Ну, по Википедии мы с вами можем прочитать такое понятие, что мати – это познание развития духовного разума под руководством гуру, то есть учителя. Ну, а на сайте, которым я стал пользоваться, традиция надхов, мы с вами читаем немножко, кстати, другую вещь, да, что мати – это развитие, ну, вначале вроде одинаково, единственное, в чем отличие, сразу скажу, определение и того описания, которое на традиции надхов сайта, отличие от википедийского, вот этого определения, что мы с вами прочитали, будет то, что там написано под руководством гуру, учителя, здесь как-то этого нету. А так, в принципе, более даже наоборот развернутый смысл, чем на Википедии. Что такое мати? Мати – это развитие остроты разума, развитие остроты разума, глубокого понимания, утонченной склонности и направления постоянного потока эмпирического сознания к тому, что имеет неизменную духовную ценность в жизни. Ну, а что это такое? Сейчас мы ответим. Ум должен быть чистым, ясным, рассудительным и всегда открытым для истины. Ну, прочитав вот это, что хочется сказать сегодня? Сразу ответить на вопросы Елены, да? Стоит ли заниматься? Во-первых, как я отношусь к такой йоге, да, к шагу мати второй ступени степени йоги под названием Нияма? Я отношусь положительно, потому что, естественно, рекомендую, и христианин не просто может заниматься такой практикой, а должен и обязан, действительно, развивать остроту ума, познание своего, вот этой вдумчивости, анализа, поиска жизненных ценностей, что действительно важно в этой жизни для человека, а важно для человека счастье, а счастье невозможно без пребывания в любви, и быть любимым кем-то, невозможно без радости жизни, без мира в душе, без таких чувств в состоянии человека, как кроты, смирение. И вот, конечно же, тут вот так хорошо закончилось это определение, что, по сайту традиции Анатхов, что ум должен быть чистым, ясным, рассудительным и всегда открытым для истины. Вы знаете, это замечательное определение, о котором я постоянно говорю своими словами. Ну, я просто называю умное сердце, да, потому что человек, может быть, злой гений, да, умный человек, был такой, вроде как, великий, святой православной церкви, но и католической Антонией Великий, да, да еще до разделения, который говорил, что умный человек и добрый – это одно и то же. То есть умный человек – это тот, кто добр, и умен тот, кто добр. И вот, конечно же, человек, умное сердце, вот это сердце, человек, как Господь и говорил, должно, вообще человек должен возалчить и жаждать правды истины. И поэтому на основании слов Иисуса, конечно же, той же самой вот этой ступени добродетели, ступени не просто добродетели, а пути в небесное царство, помнить, который начинался с познания того, что ты и счастье, ты начнешь обретать потихонечку с того, как признаешься, что ты нищ духом, что, конечно же, ты не такой хороший, как тебе, может быть, раньше казалось, и заканчивается все тем, что ты даже будешь в полноте счастья пребывать даже когда, когда тебя будут поносить, избивать, унижать, возможно, отнимать твою даже жизнь, да, твое достоинство какое-то там, да, унижая тебя или еще что-то, клевещина тебя, порочи тебя в реальной жизни, виртуальной, неважно, но ты будешь пребывать в счастье, ты будешь в мире в блажении, потому что ты усовершенствовал своего внутреннего человека. И действительно, вот это вот свойство и критерий такой, и желание человека к познанию всего самого чистого и светлого, здесь прямо написано, для истины, для поиска неизменных духовных ценностей в жизни, ну, это можно здесь даже опять в равно поставить, просто разными словами, автор, по сути, описывает одно и то же, это действительно необходимое условие для достижения святости, совершенства. Мокши по йогому, да, все они стремятся достигнуть этой мокши. По-христиански я бы дал это определение или параллели равенства, как святость, да, как совершенство, как пришедший возраст Христов христианин. Единственное, вот по Википедии мы с вами прочитали, что здесь было определение, что это познание развития духовного разума, то есть, ну, тут, правда, менее это понятно, а вот действительно на сайте Традиция Натхов достаточно лично для меня раскрыто, это, что такое это Мати, да, что это за шаг такой по второй ступеньке Нияма-йоги, а вот под руководством Гуру, как мы с вами видим, на Традиции Натхов ничего на сайте не было. Как вот я лишний раз хочу обратить внимание, что насколько, как всегда, разнообразно, да, и неоднозначно понимание одних и тех же вещей у разных людей, у разных традициях, вот на разных сайтах вы считаете. По поводу под руководством Гуру или Учителя уже, в принципе, я тоже достаточно говорил, да, мы с вами даже в рамках этого цикла видеозаписи о Йоге во Христе касались, ролик сегодня я уже вижу получше короткий достаточно, да, многие перекрестятся и скажут, слава Богу. Вот, по поводу Учителя, да, то есть есть Учитель, хорошо, нам всем нужен Учитель всегда, нам всем нужен этот Гуру, да, потому что учиться заново изобретать велосипед в жизни бессмысленно, если уже давно есть протоптанные дорожки. И поэтому, конечно же, если у тебя по жизни повстречался человек, который специалист в своей области, в частности, в духовности, в частности, в святости, в частности, в йоге, в мокше, достиг же, может быть, каких-то, ну, естественно, просто хотя бы выше тебя, а может быть, достиг и самых высоких высот, это здорово, типа, встречался такой настоящий человек, да. Конечно же, быть рядом для христианина, быть рядом со Христом, учиться у него, это было бы вообще, это всегда мечта, особенно тех, кто сейчас с ним не пребывает, а те, кто пребывали 2000 лет тому назад, наверняка не так ценили это, как бы, как бы ценили сейчас, да, допустим, вот как мы все христиане мечтаем, да, как и писал Иоанн Богослов, видеть его, слышать его, осязать его руками и действительно учиться напрямую у совершенного учителя, Бога, пришедшего во плоти, куда еще лучше, да. Поэтому я, в принципе, не против, как самого такого определения, что под руководством гуру, конечно же, идти к мокше, к совершенству, к святости, ну, я уже об этом говорил, не надо забывать, что не надо идеализировать, да, особенно людей, одно дело Бог, пришедшего во плоти Иисус Христос, которого я таковым и исповедую, да, там бы, да и сами дела бы, свидетельствия, ты сам бы каждый раз убеждался, вы помните, в какой мудрости Иисуса, да, как он отвечал, и то мы видим, как с ним спокойно общались ученики, то есть ты мог задавать вопросы, когда ты что-то не понимал, а мы с вами помним, как и Петр, все ему и противились, да, то есть Иисус всегда, несмотря на то, что он Бог, явившийся во плоти, как на это реагировал всегда, да, своим примером смирял учеников, умывая ноги и прочими-прочими поступками, поэтому это здорово, если найти, конечно, такого учителя, но опять же, мы уже с вами поговорили, не забывайте, что если ты вот именно прежде всего, это вот открытое сердце, умное сердце истиннее, поэтому если ты увидишь что-то в чате, человеке не истинное, да, тебя соблазняющее, если этот, ну, более-менее правильно, он, может, своим путем идет или еще до чего-то не дорос, это нормально, но опять же, одно дело, он тебе брат или сестра, другое дело, вроде как, он там претендует на роль учителя, и то, с чем ты не согласен, он начинает тебе все-таки прессовать, как истинно, и, грубо говоря, заставлять в этом пребывать, это разные вещи, ну, вот, не знаю, из примеров таких безобидных возьмем, возьму себя, конечно же, как всегда, за образец и пример, ну, не знаю, татуировки, да, вот, это же не плохо, не хорошо, но кто-то соблазняется, кто-то нет, я же никого не заставляю их делать, причем я татуировки на себе делаю, они всегда у меня смысловые, они несут отпечатки моей жизни, они являются и проповедью на мне, там, Иисус Христос, Бог-любовь, веган там, да, это все иллюстрациями, текстами, люби ближнего твоего, да, то есть, все это, и я стараюсь, и красота, и польза, и красиво, и полезно, да, я всегда с этой стороны рассматриваю, кто-то на это, если ты соблазняешься, ради Бога, пожалуйста, вольному воле, я вообще не настаиваю, а если тебе это просто не нравится, или ты не считаешь это хорошим, ну да, ты не можешь считать это плохим, потому что это таковым не является, ну, пожалуйста, мы идем параллельно, можем в одну сторону идти, я в татухах, ты нет, это же ничего, я же никого тоже не заставляю их делать, хотя я могу тоже сказать, это проповедь, это надо делать, это молчаливая проповедь, да, ты обязательно должен себе на лбу сделать, я веган, стань веганом, да, я же так не говорю, потому что действительно настолько индивидуальные подходы, да, уже проявления твоей внутренней сущности, мы можем оба быть веганами, да, но по-разному это проповедовать и нести, тут нельзя точных условий поставить, и, конечно же, тот безумный учитель, который будет такие вещи втирать, что вот это надо в обязаловку сделать, ты, конечно же, должен будешь отойти от него, и наоборот, ученик, который будет, да, думать, что вот это вот плохо, не недооценив это, тоже, конечно, ошибется, вот, ну, все надо делать с пониманием и так далее, конечно же, на самом деле, настоящий учитель, как Иисус говорил своим ученикам, что вы мне друзья и братья, на самом деле, все это учительство, оно, знаете, только на каких-то первых порах, вообще, дорасти до учителя, будучи учеником, не так сложно, сам Иисус говорил, что вы должны это сделать, и когда сделаете и достигнете этого, достаточно для вас будет этого, на самом деле, если ученики тоже послушны, если хороший учитель, то ученики очень быстро становятся учителями, а значит, учителю своему становятся ровнее, да, роднёй, братьями и сёстрами, так что тут, конечно же, это здорово, когда у нас есть специалист, это во всех, мы когда посмотрим на нашу реальную жизнь, то когда у нас есть специалист в какой-то области, мы всегда у него учимся с радостью, если видим, что он супер мастер, мы с радостью у него насидаемся, как что сделать, да, хорошо готовит, хорошо убирает, неважно, что человек хорошо умеет делать, строить, ремонтировать, там, да, рисовать, петь, плясать, мы у него учимся, естественно, потому что видим, что он специалист, ну, и сами можем научиться этому. Ну, какой я уже сказал, в принципе, да, итог, мы всегда будем отвечать на вопрос Елены, как я отношусь к такой, к добродетели, к такому мировоззрению, к одному из шагу второй ступени йоги, я отношусь положительно, конечно же, надо всегда стремиться к познанию истины, духовных ценностей, как это было сказано в определении, естественно, под чутким и действительно руководством профессионала это будет очень здорово, если таковой является рядом только с рассуждением, да, точно так же, потому что если ты стремишься к истине, ты же ее увидишь, и, естественно, даже своего учителя надо относительно этой истины анализировать под таким углом и через эту призму обязательно на него смотреть, если что, то, естественно, ты должен будешь оставить этого учителя. И рекомендую ли я заниматься христианам, не то, что, можно ли заниматься, не то, что можно, и не то, что я рекомендую, а нужно и обязан, должен и обязан христианин это делать, да. Это единственный условие, что я говорил, сам Иисус его поставил, чтобы достигнуть чистоты сердца, перед этим была ступенька, которую Иисус обрисовал, это алчба и жажда правды. И когда ты эту истину познаешь и ее реализовываешь в своей жизни, практикой жизни, то ты очищаешь свое сердце. На этом у меня все. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok